Камнепад Трудный путь, опасный как военная трава Нет алых роз и траурных лент И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкай днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечным огнем сверкай днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Сначала хочу сказать о состоянии альпинизма в целом в России В постсоветское время почти все 40 лагерей альпинистских работало в Советском Союзе Почти все они оказались за границей А те, что остались, практически перестали работать на Кавказе Два-три лагеря Сейчас у нас буквально восстановилось в какой-то мере Вот два лагеря на Кавказе Ну, один более или менее, это Шатковалка на Алтае И единственный у нас детско-юношеский лагерь Чем мы можем похвастаться в Ангасолке Альпинистский круглогодичный лагерь Это вот наша область может похвастаться этим То есть исчезла, я все о плохом Исчезла массовость по секциям, по клубам То есть в вузах очень мало нормальной работающей секции Там, значит, массовость снизилась А теперь о хорошем Мы по-прежнему, начиная с 70-х, 80-х годов В альпинизме впереди все и России На-первых, мы Красноярский край То есть у нас Я лучше зачту, наверное, похвастаюсь Все, потому что не упомнишь Достижения только за последнее время У нас в альпинизме стали несколько новые виды От классического альпинизма Добавились еще виды Скитур, скайранинг То есть это забег в небеса Забег в горы Так вот, достижения Наши, первый этап Кубка России Дима Юшин Первое место Там есть подразделение Забег, высотный километр Владимир Перевалов, четвертое место Чемпионат России На Эльбрусе было Елена Кравченко, первое место Чернов Виталий, третье место Этап Кубка России в Актуру Дидима Ржак, первое место Дима Голиков, второе место Дима Ржак, высотном километре, первое место Дима Голиков, третье место Значит, на Алтай Марафон Дима Юшин Я что хочу отметить Много людей-то, они один-два занимают Дима Юшин, первое место Катерина Лукашева, второе место В горном марафоне Значит, Непомнящих, девятое место Саша Непомнящих Чемпионат России Это Тегертаж Гонки Дима Ржак, второе место Виталий Чернов, третье место Дима Юшин, четвертое место Дима Голиков, пятое место Фестиваль скайранингов 76 километров гонки Дима Юшин, первое место Дима Ржак, второе место Общий зачет командный Иркутской области, первое место Значит, забег у нас здесь местный Но куда приезжают из Германии Со всего мира приезжают люди бегать Это первое место Дима Ржак Второе, Обносов Артем Третье, Голиков Дмитрий У женщин первое место Кравченко Елена Третье место, Глинская Елена Участвовало 180 человек В том числе 28 детей С 4 лет Ну, пусть и не всю дистанцию Конечно, 4 лет Но половину одолел Отличный успех У нас в скалолазании На чемпионатах мира У нас призовые места Это Веретенина, Даша, Дульский, Илья Ну и другие Я говорю, с одной стороны Массовость по ВУЗам Вот у нас ослабла Предприятий На предприятиях секции Почти не работают Из-за равнодушного Отношения крупных корпораций наших Но в то же время Тем не менее У нас Самая массовая в мире Альпиниада Это на Мунку-Сардых В прошлом году У нас Было записано 7 тысяч участников В России Самая массовая Эльберусиада Была полторы тысячи То есть мы переплюнули Даже результаты Советского Союза Как Эсбекиады Когда были Эльберусиады Там в сотнях Все-таки измерялось У нас 7 тысяч человек В прошлом году То есть Есть чем похвастаться Но есть куда стремиться Нужно Налаживать Массовый спорт В учебных заведениях В школах мы сейчас работаем Нужно сказать Благодаря тому Что дети приезжают В Ангкосолку